Самый магический в череде праздников плуга – Марийский Симык, брат татарского Сабантуя, в эти выходные собрал на Майдане Менделеевске всех представителей этого загадочного народа. Переплетение звучных песен, традиционных игр и, конечно, магических обрядов. Национальной одежде, светками деревьев в руках и украшениями со своими значениями марийские девушки кружились в танце, а парни соревновались в силе. С молитв о дожде начался праздник плуга и с призыва о благополучии малочисленного и дружного народа. Алса Гусманова изумила из богатства марийской культуры и расскажет, услышали ли божества природы, нимфы, призыв марийского кадра. Колдовать и заколдовывать на марийском празднике плуга Симык никто не собирался. Правда, без магических обрядов не обошлось. Открытие началось с молитв. Самые уважаемые представители марийского народа просили о благополучии и дожде. Заремиума, пирожиума, гугасерлагэш. То, что действительно погода сегодня, как видите, благоприятна для проведения, это не случайно. Мы уже моления проводим не просто сегодня. Изначально нам необходим был дождь. Все говорят, просите дождь. Попросив дождь, он начался действительно. Чаще, чем слова молитвы, здесь слышны слова песен. Звучный марийский язык словно создан для музыки. В ней вся душа народа. В песнях мы передаем смысл этого праздника. Под песни и пляски. Перед зажигательным марийским танцем не устояла и Гузель Нигматулина. Заместитель министра культуры республики истанцевала и от души поздравила всех собравшихся. А депутат гостумы страны Светлана Яковлева даже произнесла речь на марийском. Ты в марикалок ваш лимашки, саламлаж, марикалоком, да, таланаш, тазалоком. Пэрэм дэны звучало отовсюду. Необычной марийской культурой пронизан был сам воздух. Повсюду девушки с ветками, символ близости к природе. В национальных костюмах не только красота, но и свой смысл. Вот особенно это женское украшение, да, это защита, это оберег. Даже в поле носит, даже на работе, когда уже перед сном только снимать это все украшение. Самые богатые носили такие дети. Кроме своих особенностей, у марийского праздника Симык и татарского Сабантуя есть и общий знаменатель. К примеру, традиционной битвы мешками. Накал борьбы здесь сохранился только до первого боя. Победитель был выбран единолично. Перед ударом марийского геркулеса противники летели с бревен. В одном месте здесь можно побывать в гостях у разных культур. Например, заглянуть в русскую избу, поздороваться. Здравствуйте! Здравствуйте! Минус не просим, дорогие гости! И тут же переместиться в Удмуртское подворье. Здравствуйте! День милейка, когда мы исчезли. И, конечно, побывать у главных гостей праздника – марийцев. Здравствуйте! День милейка! Проводить праздники народов России с таким размахом удается благодаря государственной программе по национальной политике, финансируемой федеральным центром. Семык, который так и переводится – праздник плуга. Время не просто отдохнуть, а еще и собраться все вместе со всех уголков Татарстана. На этом народное гуляние не заканчивается. Праздник плуга торжественным маршем шагает по республике. Алсу Гусманова, Александр Лобанов, Столица.